Всем доброго утра! Сегодня 2 сентября. Так прикольно, что еще на один день, как я считаю, было больше лета, потому что выходные еще лето. А вот сегодня уже сентябрь. И начинается со 2 сентября. Григория везем на линейку. В нашей школе так интересно, на линейку ходят только выпускные классы. Так еще они будут ходить в школу! Да, а ты в садик, да? Вот сейчас мы Афоню завезем. К Грише поедем на линейку. Я не хочу, получается, в этом году начальную школу. Да, да, да. Антоша пока дома, и в 11 часов я приеду, заберу Антошу. Ненавижу этот двор. А? Ненавижу этот двор. А что? Здесь такой смущий дядь, скажем, у нас помнишь... Доброе утро, Арман! Гриша... Ваши почки, наконец... О, подруслика! Только нещик со мной, дай мощный, подтик. Давайте все разом. Давайте все разом. Устремление свои направить и усиление, чтобы у них были только одни пятерки, а родителям, чтобы они оказывали всяческую помощь, как и наши коллеги-учителя. Всем... Ну, я не слышу бурных аплодисментов. Выпускнику 11-го А-класса Баталову Денису и ученице 1-го А-класса Олейник Настя. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажите задачу выборов. Вы не забыли, как за летом учебали. Четко. Молодцы. Девушка орала, орала. Ближе к выведу и прочь. Садят хорошо поподвинут. Дальше 4-й А-класс. Елена Николаевна, замечательный педагог. Это, конечно же, 4-й Б-класс. Девила Валентиновна. Девила Валентиновна, обожать своих детей. А они никогда ее не подводят. Активные, умные, замечательные четвероплассники. Мы ждем. Гриша, смотрим на тетю Олю. Мальчик, правда. А это что, кто его работать не приглашает? Так, ну что, в общем, у меня началось то, что я отвезла Гришку. Побыла там немного на линейке. Посадила его в класс. В общем, у них сейчас первый урок. Они там будут какие-то звезды делать. В общем, все приурочено к 75-летию Великой Победы. И там у них пришел ветеран. Вот сейчас вот, в общем, у Гриши первый урок закончился. Я сейчас еду его забирать. Привезу домой. Повезу Антошу на первый урок. И после этого уже домой. В общем, у меня такая история, что я мама таксист своих детей. Так что, поехали. Антош, посмотри на меня. Что такой счастливый? Так, Антош, вот сюда до дерева становитесь. Да, ну, Татьяне Владимировне. Гриш, ну, пожалуйста. Все, готовы? Ехать? Все, садимся в машину. Держи. Будь здоров. Все, Гриша, иди тоже садись. Все, мы дома. Сейчас будем обедать. У нас тут газировка какая-то. Салат. Что ты хочешь? Ну, крути. И какая-то такая. Мам. Со Ставрополя, да? Мам. Типа Тетя Гриша. Это мое? Держи с мамой. Спасибо. Идем обедать вчерашними пельмешками, которые папа нам сейчас на сковородке поджарил. А почему не поварил? Пока мама, нет, да не вернулась еще в строй, да? Мама пока всех развезла. Подходит, нам бычу. Так, Гриша уже. Давай я сейчас дверь открою. Что-то специально, чтобы мне колокольчики висели. Я буду первым замок. Да. Я захожу в комнату. В общем, мы с корабля на бал приехали, пообедали. И завалились все спать. И дети, и мы. Потому что все равно столько эмоций. Считаю, с утра я проснулась в 5 утра, чтобы успеть собраться. Сделала, там, украсила торт. Пока помылась. В общем, пока разбудила детей. Пока мы позавтракали. Вот до 5 утра мы занимались всеми делами. И к 12, естественно, я уже просто была без сил. Вот сейчас полпятого. Я буду готовить ужин. Уже повязали мы зелень. Завтра у меня наоборот будет день. Когда я буду с утра вязать, помогать родителям. А вечером, вернее, после обеда нам нужно ехать в спортшколу. Какая-то детская, юношеская спортивная школа в городе Кореновске. Гриша там записан по каратэ. И будет медосмотр. Он как бы в платной клинике. Но оплачивает его вот эта вот спортивная школа. Поэтому завтра нам с анализами ехать в спортшколу в город Кореновск. К часу. Вот, так что поедем. Гриша, получается, не знаю, до скольки там будет на уроках. Но скажу учительнице, что в 12 его заберу. Наверное, может быть, даже пораньше, чтобы он успел покушать. И поедем с ним. И нам еще вечером на день рождения с Афонией и с Антошей. Грише там, скорее всего, будет неинтересно. Потому что это прям 3 годика детский день рождения. Там аниматоры. Поэтому я поеду с Афонией и с Антошей. Фух, сейчас готовлю ужин. Наложила тут мясо. Купила, как я люблю, в деревенской курочке. Маринованный такой шашлычок. Вот в этот вот глубокий противень. Все уложила. И под низ положила коврик свой старый. На нем я уже пряники не пеку. Купила новые. А старые решила, это то, чтобы легче мыть. Вот тефлоновый. Он, кажется, так называется. Коврик. Но этот прям с Алиэкспресса. Он реально, он очень качественный, очень хороший. Сейчас тефлоновые есть. Продажи не очень хорошего качества. Но вот этот вот был большой. Вот это вот половина получается. Противень, это половина. Он был разрезан на две у меня части. Так что вот с Алиэкспресса вообще супер. Кому надо, я напишу ссылку, если хотите. Ну, напишите мне. Написать или нет. Ну, он вообще здоровский коврик. Я им очень довольна. Вот, сейчас отправляю все это в духовку. И приготовлю там булгур, наверное, в мультиварке, что быстрее. Называется. Кошка у... Караса украла. Да. Мы поставили ведро. Сначала мы поймали этого карася. Какого размера? Крупненького? Больше Гриша, Ладони и мне. Угу. Мы поставили ведро на берег. Прошло спустя 10 минут. Кошка пришла. Ставит. Она к нам сначала на мостик. Потом она уходит с мостика. Рыба выпрыгивает. И мы говорим, стой, черный зверь. А нет, она убежала. Зайдюдин, только ты быстрее руками шивля, а то у тебя тренировка начнется через 10 минут. И сказка, конец сказку. Так, кошка молодец. Да, в общем, кошка вытащила из ведра, да? Не вытащила. Это рыба выпрыгивает. Давай я тебе помогу, или ты уже все? Да, я уже все. Все, тогда давай, одевай шорты. Девонька, текра. Знаешь, почему я и красную? Потому что и красная Россия, и Португалия красная. Да? Ты представляешь? Угу. Как раз у тебя тоже красная Россия и красная Португалия. Давай, бери тоже манишку. Иду за детьми. Они вот на рыбалке, как уже быстро выросла, это горчицу сеют для улучшения почвы. Вот так вот растет горчица. И вот тут целая грядка горчицы. Сейчас пойду детей звать. Ой, тут все такое зеленое, слышите? А на камере так вообще сейчас солнышко освещает. Что вы тут поймали? Сколько там их? Обалдеть. И башню и галат. Да, ты почувствовал? Так это Афанасию я оставила газировку. Нет, мама, это простая вода. А ты ее просто брал пить? А Гриша сказал... Гриша сказал... Гриша сказал, что меня дома ждет газировка. Да, газировка ждет. Так что давай. Хорошо, я побежал. Так а помогать брату? Глянь. А Гриша, ты где-то туда не будешь? Нет, не буду. Пошлите тогда, Гриша, надо же кимоно погладить. Тебя же на каратэ сегодня еще везти. Ну, в 19.30. А вот это ты все забирать не будешь? Антос, понял. Давай я понесу что-то. Мне можешь дать одну удочку. Давай, это тогда мне, да? Иди, дзынь, дзынь. Я оставляю маму на ночь, на завтра. Угу. На завтра в обед. Я оставляю... Гришуль, завтра нам в обед же в Кореновку ехать. Да. Так, а скажи, пожалуйста, а ты на день рождения, у Марика день рождения завтра? Ну, сказали, там будут аниматоры, и там как бы взрослым будет неинтересно, ты поедешь или нет? Нет? А я поеду на Мари. Да, Марика, ты поедешь? Мам, мам, ну если бы мне бы пообещали за то, что я приехал, там миллион долларов в яхту, то я бы, конечно... Мам, давай я в Лебу привезем. Давай. Так, берите, все, поехали. Хэллоу, Мужа. Мы же приехали. Я все-таки выманю Антоше его телефон. Да. Привет. Очень красивая. С Дашей путешественницей. Здравствуйте. А, ты хочешь, скажи, дай. Пшшшш. Откуда? Пора Юля приедет. Какая Юля? Моя подружка Танька, я ее пригласила. Да? Привет. Скажи, целоваться будем? Давай поцелуемся. Ну, поцелуй меня. Где тетя Вера? Я. Где тетя Вера? Покажи пальчиком. Афоня, привет. Афоня все танцует. Да могу. Коль, давай поцелуемся. Повторяй. Вот ты. Пошлите. Газировку надо говорить. Бабуля, привет. Антон на футболе. Афоня уже газировку поставил. Хватит на всю семью. Да? Да, я могу. А бабочка, я хочу, чтобы я не хочу. Пошли, посажу кроссовую. За игля какая тыква выросла. Здоровская, да? А вот Паша не знает. Не знает. Смотрите, какой большой толстый. На что это похоже? Это на банан. А вот арбуз вот такой. Еще и арбуз есть? Да, колобуз арбуз. Давайте. Давай тарелочку. Вера, подавай тарелочку. Давай, давай. Я буду делать мое единственное мясо. Шашлык ложить тебе мясо? Мясо ложить. Дайте мне жилку. А вон Зоечка раздает. Зоя раздает. Что, Вера? Здрасте. Здрасте, Зоя. Сейчас я сам раздену, быстро вставлю. Да. Зоя, убирайте веник. Я все уже подмела. Как вынести это, ты все. А ну, Родя, подними. Афон, не надо, не надо. Афон, не надо, потому что тебя я так чуть-чуть сняла. Жоя тут с Афоней что-то смотрит. А как попугайчики чирикают. Я прям не могу. Так здорово они. Что вы тут поете? Вы... Они прям разговорились. Ой, как вас снимать? Ага, этот всегда прячется. Или этот, или эта всегда прячется за домиком, да? Или этот, или эта всегда прячется за домиком.